Верховный суд принял решение о ликвидации международной организации «Мемориал». Мы хотели поинтересоваться, почему вы пришли в поддержку «Мемориал». Я раз говорю, с вами рядом противно стоять, отойдите. Не противно этим персонажам, судя по всему, стоять рядом со СМИ иноагентами. О «Мемориале» теперь можно говорить в прошедшем времени, как и о его попытках переписать советскую историю. Международная общественная организация «Мемориал» спекулирует на теме политических репрессий 30-х годов 20-го века, создает лживый образ СССР как террористического государства. Из обращения представителей общественного движения ветерана России, генпрокурору Краснову и председателю Следственного комитета Пастрыкина. «Мемориал» открыто поддерживает организации, запрещенные в России. «Мемориал» утверждает, что признание штабов Навального и ФБК экстремистскими организациями лишает сотни тысяч и миллионы граждан России надежды на мирный диалог с властью. «О каком диалоге может идти речь, если большинство мероприятий этих организаций заканчиваются беспорядками и вандализмом?» Из речи прокурора Алексея Жафярова в Верховном суде. Великий русский поэт Анна Андреевна Ахматова, когда открылись в ворота лагерей ГУЛАГа, сказала, «Вот сейчас страна поделится на две половины – на тех, кого сажали, и тех, кто сажал. Тех, кто сажал, многочисленная армия следователей, оперативников, прокуроров дали обильное потомство». Из речи адвоката Генри Рейзника в Верховном суде. Треть россиян. Треть. Знакомый с деятельностью мемориала. Также среди осведомленных о работе мемориала россиян, опрошенных Левада-центром, иностранным агентом, преобладает мнение, что требование о ликвидации мемориала – это политический процесс. Если истец хочет, чтобы деятельность правозащитного центра не имела такой общественной поддержки, пусть государство меньше нарушает права граждан. Из речи адвоката Марии Эйсмонт в Верховном суде. «С Новым годом, будущей жертвой репрессий! Ликвидация мемориала – личная трагедия для меня. Ведь 30 лет назад мы создавали его с небольшой группой единомышленников. Но сегодня нас много. Дело мемориала будет продолжено. О жертвах репрессий прошлого и настоящего никто не забудет». Из статьи правозащитника Льва Пономарева на сайте проекта «За права человека». «Ликвидация мемориала – пустые хлопоты в этом подлом казенном доме. Кто может нам запретить помнить наших убитых?» Из поста писателя Виктора Шандеровича на личной странице в Фейсбуке. О своих слов у меня пока нет. Ольга Романова. Канал «Мыр». «Мыр» вашему дому.